Доброе утро, мои хорошие! Начинаем новый влог. Я дома! Я дома, и я рада. Я соскучилась за домом, я вам так скажу. Вчера я приехала, и сейчас хочу тоже продолжить на телефон снимать, потому что как-то на телефоне быстро монтировать, на самом деле, очень удобненько. Вот, и пока что приду в себя, обратно вернусь пока к камере. На улице снежно метет, я вчера такси у меня приехала, и просто все заметила. Ну, красиво, все красиво. Снега много, центр вам уже немножко подсняла в конце. Очень красиво, так все, оказывается, украшено было. Короче, приехала домой, скорее к Денечке. А, нет, мы сначала с мамой разговаривали, там то-се, чуть-чуть и болтаем. Дверь открывается, Денька выходит. Денька обнял меня так крепко-крепко обнял, и мы сразу пошли с ним спать, в общем. Мы где-то, мне кажется, еще полчаса не спали. Он что-то крутился, вставал, открывал глаза, не мог поверить, что я дома. Вон она, Пантера, идет. Пантера тоже в шоке была, такая, мама, такое лицо, такая смотрит на меня. В общем, до сих пор такая с такими какими-то глазами ходит, типа обиделась, что так долго меня не было. Но преследует меня, обнимашки хочет. Да, Милка, красотылька. Вот, утром сегодня встали, мама моя отвела в садик Денни. Ну, мы вместе встали, там одели, туда-сюда, короче. Отвели в садик, потому что сегодня, на самом деле, надо мне очень много посылок забрать. А я не могу еще и на машине своей двигаться, потому что, ну, короче, нельзя, под запретом моя машина, пока я не сделаю колеса. Вот, и в такси тоже это все дело неудобно. Я бы хотела, чтобы он не шел с этим в садик, мне хотелось с ним вместе время провести. Но реально мне надо забрать все эти посылки, потому что их сейчас обратно начнут отправлять. Меня прям долго не было. Вот, и там в сдеке одна посылка, и на почте много, и огромные коробки. И, короче, Браза сегодня выходной, вот, он сейчас жену повез на работу, и потом ко мне обратно. И сказал, поможет с коробками, в общем-то, все это забрать. Я даже одна за раз все это не, как бы, и не притащу домой, потому что коробки большие. Вот, и начать тогда уже это, потихонечку вливаться в режим, но спокойненько. У меня же еще обучение в моем институте продолжается, да. В общем, спокойненько хочу вливаться, хочу прям, знаете, вот с новым внутренним миром, как бы, начать все делать. Потому что я поняла, как сильно вот этот весь нервоз, какая-то беготня, желание быстрее заработать, быстрее там реализоваться, как я хочу быстрее, все возможности. Я бегу навстречу своим возможностям, вот так, то есть я там не рву там одно место, да, но я все время суючусь. Я понимаю, как вот эта суета и нервяк, и вот это вот какое-то вот беспокойство внутреннее, как сильно влияет на мое состояние. Поэтому я хочу делать все максимально аккуратно. И вот привезла вот это состояние, буду стараться его удерживать сейчас, потому что это очень-очень важно. Что касается моих панических атак, кстати, я давно о них не говорила, но это не значит, что они прошли. Они периодически встают, и вчера встают, встают, идут, вот, нападают. И вчера, вот даже вечером, пока мы ехали в поезде с Кристиной, я уже в поезде чуть поплакала, потому что вот, вот знаете, вот прям вот внутри какой-то прям обидно, черт возьми. Не знала, жила об этом, понимаете. И завидую сейчас реально билась завистью людям, которые просто не знают, о чем я говорю, понимаете. Потому что я сама не знала, что это такое. Вот, но надо с этим работать, надо. И вот как бы, ну, будем смотреть. Я борюсь внутри. Это видно, мне даже говорят, что с виду вроде как и незаметно даже. Вроде все нормально. Вот я говорю, да, вроде все нормально, а внутри там война просто идет. Вот этих мыслей, которые заставляют меня нервничать. И я здравая такая, которая говорит, да, все нормально, это все. Я уже начинаю привыкать даже к этим состояниям. Я уже, а, начало все, супер так, ладно, ну, типа того. Ну, в общем, ну, посмотрим. Они не так часто возникали. Не каждый день. Через день где-то, да. Чаще всего вечерком. Ну, в общем, будем работать, бороться. В общем, психологическое состояние должно быть хорошее, спокойное, не тревожное. В общем, над этим я буду работать. Все, я дома. Пошла кофе налью, наверное. В общем, как видите, браза уже подкачивает колесо мне, потому что колесо спустило. Мы сейчас уже договорились ехать за резиной, такой же, как у меня. Вот. Посмотрим, что она. Не примерзлась там. Короче, присели тут покушать. Виталька уже успел купить кроссовки. Пока грели покушать. Классики решил купить. Пума, тебе нравится, говоришь, да? Пума нравится. Нравится ему качество и все дела. Пожалуйста. Я теперь выше еще с моих. Выше у тебя? Сантиметр на 20,5 метра. Метр девяносто два теперь. Ой, какой-то высокий. Я прям снизу вверх на тебя теперь. Короче, я еще в порядок себя не приводила. Мы поменяли резину сейчас. Продала свою старую резину. Короче, купили новую. Одели, обули. Зашли поесть, потому что проголодались. Натали забрали с работы. Вот. Так что сейчас осталась у вас последняя финишная прямая за посылками огромными. Съезжу. С потоможкой к маме заехать. Вот. Там нам надо всякие. И Деньку забрать в садик. Ой, ну все, девчонки. Все сделали. Сейчас приду домой, покажу вам просто. У меня там пол прихожей моей. В коробках, в мешках всяких. Очень хочу скорее прийти в себя, чтобы начинать уже распаковочку. Вы же знаете, я сапоголик страшный. Посмотрите, какие у нас здесь сугробы просто. Сейчас Виталя уже пошел, Настю забрали. Фух. Пошли они домой поехали. А я за Денечкой пешочком иду в садик. А вот и наш Денечка. Он любит ходить по сугробам. И меня затащил. Жопка. И такой, я короче его забираю. А он мне говорит, мама, у тебя два телефона. Где синий телефон? Ну, собственно, вот что я вам хотела показать. Это вот. Это просто вот. Это огромные посылки. И тут в пакете еще куча посылок. Короче, я буду завтра разбираться. Сегодня я с Денечкой время провожу. И с котятками. Добрые утряшечки. Мы с Денечкой в садик собираемся. Я нашла одну перчатку еще дома. Свои новые перчатки я, кстати, подарила. Они очень понравились. Я их подарила хорошему человеку. А себе решила перчатки новые купить. Но пока я дойду до фикс прайса или до какого-нибудь другого магазина интересного, пока без перчаток хожу. Сейчас мы с Денечкой проснулись. Денька уже на самом деле в 6.30 проснулся. Да? И давай, давай. Перчатка у мамы одна. И давай, давай это. Вставать уже полчаса. Говорю, еще давай поспим. Короче, в 7 утра встали. Перчатки потерялись. Вон бабушка нашла перчатки какие-то временные. Надо перчатки Деньке купить еще. Сандали починить. Встала сегодня, кстати, очень хорошо. Мы просто вчера любили спать в 9 часов вечера с Деней. Так что с 9 я спала до 7. Крепко. Нажимай кнопочку. На улице морозно у нас, да? Нет. Мороз, но ветра нет. А значит, все зашибись просто, когда ветра нет. Вот. Я сегодня встала уже такая спокойная. Я все еще держу это состояние отдыха. Не планирую его отпускать. Посмотрим. Вот. Сейчас хочу Денечку отвезти в садик. И немного заняться собой. Потому что я вообще еще не привела себя в порядок после поездки. Смотрите, какие сугробы у нас просто. Мы идем по сугробам, да? Вот. Блин, ветра нет, вообще кайф. У нас прям сказка зимняя, видите? Класс какой здесь. Не могу. Я так снега много, так классно. Мне даже сегодня была идея на каток сходить. Единственное, что я не хочу ходить на каток, который на улице. Хотя вот при такой погоде, как сейчас, ветра нет, да? Было бы прикольно на каток. А так вообще в помещении бы каток где-нибудь. Так, ладно. Мы пошли в садик. Потом расскажу все остальное. Моя котечка. Смотрите, как спит сладенькая. Ой, ты, боже мой, мазечка. Ты тоже замерзла? Ты там так прячешься. Кто-то хрючит там. Ой, кто-то как трактор затракторал. Я здесь сижу, пока занимаюсь всем. Она пришла, видит, что я занята с двумя телефонами. Пошла, села рядом. Главное, рядом, скажи, с мамой, да? Ой, ты моя, моя. Мама, чистим моим. Чистим моим. Че мы хорошие. Че мы сладкие. Че мы любим. Все, Денечку в сад отвела. Пришла, сейчас пока все дела поделала. В телефоне. Ну, такие прям важные, которые надо было сделать быстро. Сейчас буду себя в порядок приводить. Даже вам не показываюсь, потому что я лохматая. Все такая еще. Все, сейчас пойду в ванну. Мыть голову. Стираться. Потом вам уже покажусь. Пока Милку показываю. Красавицу мою. Мою? Ну-ка, глянь на маму. Блин, это жопка. Чистюля. Ты чистюля моя. Ты моя зеленоглазая чистюля. Так, оступала. Сейчас быстро пожарила все яичницу. Ну, уже пожарила. С... Че это? По-моему, лечена. Нет. Это свинина. Карбонат, да. Покушаю быстренько сейчас. Покушусь. И пойду снимать видосики для вас. Сейчас я вот такая прекрасная. Завернула волосики свои. Включила утром музыку. Короче, спокойно. Выбрала спокойную музыку на день. И мне так нравится, что много современных песен. Но они такие спокойные. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Вот. И прям, правда, помогает какому-то умиротворению внутреннему. Вот. Но я чувствую, что я проголодалась. Надо покушать. На улице так красиво, боже. Так снежно. Все. Сейчас вам покажу. Посмотрите. Это просто какой-то сказочный лес. Вот так вот. Если идти, и все. И там все заснежено. Деревья снежные стоят. Очень красиво. Посмотрим, какой сегодня будет закат. Хотя, мне кажется, так, видите, туманно, что его даже не будет видно. Так. И с яишенкой я решила открыть вот эту вот икорочку любительскую, которую я с Белоруссией все-таки привезла. Вот она осталась. Мы что-то ее с Кристинкой так не ели. И я ее привезла. Ой, девочки, икорка как в детстве. Вкус обалденный. Так что, кто в Белоруссии или кто-то увидит такую, обязательно берите. Реально вкусная. Вот так скучала моя Мурышечка. Вот здесь вот сидит эта Мурышечка. Мурышечка. И вот прям думает, как вот как еще тут подлезть бы так. Чтоб мама гладила, доцеловала. Да? Ну как бы еще, как бы еще на мамку залезть бы. Уютнее. Да? Ну. Довольно. Мурышечка. М Ну, я все равно немного видео сняла, чем могла. Но зато у меня, смотрите, какая новая куртка. Которой я просто довольна очень. И скоро вы это увидите. Скорее всего, возможно, вы это увидите уже. Уже, возможно, на втором канале есть это видео. Потому что оно одно из первых выйдет. Верхняя одежда с сайта Shein. Шапка эта у меня была. Я ее в Левис покупала. Уже в прошлом году, по-моему. Но я ее мало носила. И вот просто она идеально подходит под эту куртку. Куртка бомбезная. Во всей красе ее там увидите. Потому что в этом влоге, наверное, я не смогу вам ее показать. Как следует, да? Она очень крутая. Вот. Какая-то там фирма была интересная. В общем, я поглядывала на эту куртку давно. И вот уже ее заказала. Вот. На втором канале вообще очень много всего. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой второй канал, то обязательно заглядывайте под видео. Там всегда есть ссылка на мой второй канал. И обязательно подпишитесь. Вот. Сейчас я иду уже за Денечкой. Без 5,6. Все. Я иду. Заодно проверяю эту куртку. Я там как раз в видео говорю, что теплоту ее я проверю уже в ходе. Да? Я вниз одела вообще просто налив. Одела... Как его называют? Вот это как называется? Водолазка, да? Просто водолазку из шерсти мериноса. Она тоненькая на самом деле. Но должна быть теплая. Вот. И... Просто одела джиггинсы, да? Называются такие типа. Джинсы-лосины. И все. И осеннюю обувь. Перчатки. Тоже, которая заказала на Шейн. Шейн, фирмой Mod FM. Ну, короче, посмотрите там все. И тоже сейчас я это все буду проверять на теплоту. На улице сейчас очень холодно на самом деле. Самое то. Вот так легко одеться, надеться, одеться. А вот одеться или надеться? На себя же надеться. Надеть, надеть на себя. А так одеться, ну да. Короче. Пока выучу это правило. Оно у меня не ложится. Логично не ложится в голове. В общем. И... Идем. Да и за Денечкой будем отдыхать, кушать, еду заказывать. А у Деньки выпал второй зуб. День, покажи, зуба нет где. Нету. Покажи. И... Пальцем он только не делал. Смотрите, выпал второй зуб. А который тот первый выпал, он уже растет. Там уже резцы видно. Смотри. Кись, брось каку. Не надо поднимать. Что это такое? И сейчас у тебя будут перчатки мокрые, зай. Пойдем, кись. Пойдем вкусняшку купим. Закапывай что-то. Ты как Милка прям с бантиком. Нашел что-то, закапываешь. Блин, я испугалась. Думаю, что это шевелится. А, ты хочешь слепить кого-то? Да. Солнышко, но оно не лепится. Это снег такой, который не лепится. Видишь, он рассыпается. Не крутится, видишь? Он рассыпучий, потому что. Да, это другой снежок должен быть чуть-чуть мокрый. Пойдем, этот сухой снег. Пойдем, уже на перчатках снега полно. Смотрите, какая я яркая, красивая. Налюбоваться на себя не могу. А еще я заказала на Алиэкспресс очень много всякой бижутерии. У меня, кстати, давно не было видео с бижутерией. И на Алиэкспресс заказала бижутерии, и на Шеин заказала бижутерии тоже. Крутой вообще, классный. Прям, мне очень нравится. Сейчас сережки у меня, ну, не оттуда, потому что все постепенно должно быть. Сейчас хочу заказать что-то покушать. Вот сейчас зайду в точку вкуса. Так надеюсь, что там что-то есть. У них бывает и салатик вкусный. Ничего не хочу готовить. Прям вообще сейчас бы съела бутербродик. И так же бы в 9 часов легла бы спать, как вчера. Фух, ну что, мои хорошие, мы пришли домой. Вот, я набрала себе вкусных салатиков. Сейчас покажу. Денька никак не разденется и не спрячет зубик. Нет. Раздевайся. Ложи. Зай, раздевайся, пожалуйста. Я очень голодная. Так, по поводу куртки. И, слушайте, ну, мне вообще не было холодно вот здесь, да, где-то здесь, вот вверх, попа. Ничего не мерзло, ничего не продувало. На улице не было ветра. Вот. Но довольно легко я все равно одета. Несмотря на то, что у меня там теплая куртка, да, все равно, ну, как бы она не такая теплая, чтобы прям можно было лифчик один надеть, майку там на голое тело, да, и идти. Все равно нужно что-то тепленькое еще под низ в такой мороз поддеть. Вот. Поэтому, ну, в целом, мне нравится куртка. Во-первых, такая яркая вся, классная, да, она комфортная, цвет классный. Короче, я прям довольна, чувствую себя очень круто. Вот. Сейчас буду кушать. Так, как помните, моя любимая вот эта гост-еда, взяла мясо французское куриное. Мясо по-французски, короче, куриное с пюре. Взяла салаты, два сразу, Цезаря. Они, все это вчерашнее, но, в принципе, вчера довольно-таки свежее еще. Так что сейчас быстренько поем. Взяла вот такие вот печеньки. Я люблю слоеное тесто с сахарочком. Взяла хлеба еще. Взяла круассанчики. Один с абрикосом, один с миндалем. И молоко. Всем доброе утро. Отвела Дэни в сад сегодня. Что-то пораньше получилось. Потому что я что-то встала, у меня как-то голова болит, знаете, глазами больно вертеть. Мне кажется, это такой симптомчик простуды. Вчера, потому что я вот в этой вот куртке, наверное, вышла, под низ ничего не поддела толком. Вот. Или, может, потому что я холодный этот поела в салат. Не знаю, короче, что именно могло повлиять. Или то, что я не под одеялом спала, а под покрывалом. Немножко мне как будто прохладно было ночью. Короче, вот такие вот малейшие штуки могут повлиять на то, чтобы я просто, вы прикиньте. Вот. Но в целом все хорошо чувствую. Вот это головная боль только. Сейчас хочу выпить, типа, колдрукса чего-нибудь там. Ох, молока горячего. Может, даже поспать еще. То есть, что-то поздно вчера пекла. Помоги меня, поди. Помоги меня, поди. Вчера я Даньку уложила, получается, в 10 часов. Вот. И решила попить чай с малиной на ночь, с лимончиком. И в итоге залипла, ну, на свои обучения. Потому что я там отстала пока. Ох, ну, все время была занята голова и, как бы, не до учебы было. Сейчас надо все наверстать за эту неделю. И я, короче, до 12 сидела. И думаю, о-о-о, что же я делаю. Этого тоже делать нельзя. Мне нельзя уставать. Я могу устать и заболеть. Короче, вот такая вот фигня происходит со мной. Сейчас пойду восстанавливаться. Ой, не хочется жаловаться, мои хорошие. Но я, по ходу, простываю. Или что-то, не могу понять. У меня башка болит. Причем она болит не так вот, как, знаете, просто голова болит. А реально такая простудная, тяжелая голова. Короче, прям лежать хочется. И делать надо, и надо делать по плану. Хотя бы минимальные вещи вообще сил на них нет. Выключила звук на телефоне. Мне же, наконец-таки, сказали, что на Иве, оказывается, есть сериал «Черная любовь». А мне было так тяжело его смотреть. Вот этот турецкий сериал «Черная любовь», который все так хвалят. Супер-пуперски. Я его начинала смотреть. Первые две серии посмотрела. Они там по два с лишним часа идут. Очень их тяжело смотреть. Особенно, если это где-то в интернете. Потом ты снова эту ссылку ищешь. Оно там не запоминает все. И, короче, я перестала смотреть. Мне сказали, что на Иве есть. И вот я включила. У меня тут серия три. Ну, вот я начала сначала смотреть с третьей серии. Вот смотрю. В общем, длиннющие эти серии. Вот, досмотрела... А, смотрю сейчас «Сестры». Прям нравится мне этот сериал. Прям вообще кайфовый. Досмотрела сериал «Кристина». Это в приложении «Старт» я смотрю. Вот, «Ривердейл» смотрю на Нетфликсе. Ну, вот «Черная любовь» включила. Может быть, я его когда-нибудь досмотрю. Вот. Время сейчас начало шестого. В шесть замалымите. Я, может быть, за ним пораньше пойду, чтобы... Сейчас, короче, хочу полежать. Я уже выпила... Вот прям лекарства не хочу никакие пить. Пью «Колдракс». Потому что там есть парацетамол. Но он как бы влияет вообще, но ненадолго, как бы, на мою голову. Ничего серьёзного, больше не хочется пить. Прям таблетку парацетамола конкретно. Ну, не знаю. Короче. Чай с малиной. Вот сейчас выпила стакан. Надо побольше жидкости пить. Прям вот голова прям тяжёлая. Прям, знаете, прям вот так вот. Прям силы забирают все. Ну, я думаю, это адаптация, наверное, какая-то. Вот. На втором канале вышло видео уже с распаковкой шеин. Вчера прям себя хорошо чувствовала. Сняла распаковочку, всё супер. А сегодня встала, и вот такая голова прям с утра так тяжело. Отвела Даньку в сад и пришла домой, поспала до обеда. Вот. Ну, прям поняла, что мне надо спать. В 12 или пол первого где-то встала. Кто-то стучал ко мне домой, приходил. Не поняла вообще. Кто-то звонил. Какая-то я такая... Встала, опять выпила «Колдракс». Ну, что-то вот голова болит. Вроде легче стало. Ну, ненадолго там подсняла ещё, что осталось. У меня вот накрасилось. Видите, чуть накрашено. И, в общем-то, лежу. Рада я быть дома. Честно говоря, ощущение спокойное. Хотя вчера я очень расстроилась. Аж чуть ли не расплакала. И знаете, из-за чего? За посылкой прихожу в СДЭК. Одну посылку получаю. Ну, думала, одна посылка мне там. Я говорю, там ещё есть посылки. Говорят, нету. Прихожу домой. Начинаю смотреть. А они почему-то присылают уведомления ВКонтакт. А я туда вообще не захожу. Ну, короче, уведомления ВКонтакт. Думаю, дай зайду. И смотрю, что вот 11-го числа пришла одна посылка. А 12-го числа пришла другая посылка. Так как я была в отъезде, соответственно, да. Никто мне не позвонил. Ничего не говорил. Время истекло. Той посылки, которая пришла 11-го числа. И её отправили уже обратно. А та, которая вторая была 12-го числа, я её получила. Короче, я думала, что это Шаин там посылку отправили обратно. И я думаю, боже мой, что теперь? И теперь, типа, мне надо дождаться, пока она придёт туда к ним обратно. Представляете, да, в Китай обратно придёт. Потом они мне её обратно пришлют. Или вообще вернут деньги. Как бы там у них написано, что они, типа, как только посылка придёт, они возвращают деньги. Короче, в итоге я распаковала эту посылку, которая мне пришла. Я посмотрела, что это Шаин пришла. Там просто очень много мелочёвочки всех. И серёжечки всякое там. Кофточки, топики, платьицы прикольные такие. Ну, короче, очень много прям такого. Я так ждала. И смотрю, что всё это пришло. Там декор ещё для дома. Вот, буду вот здесь вот делать. Посмотрим, что там, короче, пришло. Вот. И оказалось, что это косметика ушла. Ну, с косметикой я позвонила тем, кто отправляли. Они вроде бы сказали, что сегодня уже решили этот вопрос. Но вчера я прям расстроилась. Я звоню туда к ним и говорю, ну, можете вернуть? Я говорю, вот один день опоздала и не взяла. Я говорю, это посылка где-то в России ещё. Я говорю, вы можете вернуть её? Такая, нет, у нас не предусмотрено так. Я говорю, почему никто не позвонил, не сказал? Такое ощущение, что у вас там роботы работают. Ну, вот в том плане, что не то, что там не позвонили. Хотя вообще, если посылка раз, там, ну, там же есть номер телефона. Чего, сложно набрать и сказать, здравствуйте, срок вашей посылки истёк. То, может, человек уехал куда-то или заболел там, да? Или вообще забыл. Или уведомление ваше не пришло, которое приходит, блин, почему-то мне в контакт. Понимаете? Неужели сложно позвонить посылку, которую вы уже отправляете, и как бы сказать? И человек, может быть, прибежал бы, сейчас её и взял. И заплатил бы за лишнее хранение. Ничего страшного. То есть, ну, как бы вот не очень хорошо. А в том плане, что как роботы работают. Ну, то есть, я объявилась. Я звоню. Говорю, я уехала. И я только приехала. Прихожу, посылки уже нет. И они такие, нет, мы не можем её остановить. Ну, как не можем? Ну, там же люди работают. То есть, где-то сейчас она там в Омске. Придёт она на склад. Ну, вот надо позвонить туда, написать. Пусть человек возьмёт эту посылку, да? Отметит её, чтобы её вернули там, да? Доплатили, если сколько-то надо. И вернули обратно. Не возвращали. Посылка оплачена. Ну, то есть, деньги-то я оплатила. Она моя. Она должна мне возвращаться. Ну, короче. Они такие, нет, только звонить вам нужно отправителю. Только отправитель может вернуть возврат и всё. Я, короче, позвонила людям, которые мне, ну, отправляли. И они тоже, говорят, мы возмущены, конечно, таким, ну, что вот так вот, короче, сделали. Ну, вроде решили, посылка вам возвращается. Вчера, короче, такой мини-стресс. Из-за ерунды, конечно. Ну, я, видимо, такая спокойная. Очень ждала просто вот эту посылку из шеи. Думала, это она. Потом обрадовалась, что это не она. Вот разговариваю с вами всё это время. Вот прям вот голова прям вещенькая. Вот. Не знаю. Такой будет коротенький влог домашний. Так не хотела болеть. А вот заболела. Ну, ещё не заболела, непонятно. Я надеюсь, просто голова, как бы, может, перепады какие-то там ещё что-то. Может, просто адаптация. Надеюсь. Вот. Курткой своей довольна так. Вы же видели, да, её? Ладно. Полежу ещё пока. Может быть, легче станет. Субтитры добавил DimaTorzok Или. И. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...